Флорентийская мозаика и Раменская гимназия. Какая здесь связь? Пока ее нет, но в ближайшем обозримом будущем она появится в виде герба учебного заведения. Идея его создания пришла руководителю проектной группы. Так как герб решили выполнить в стиле флорентийской мозаики, команде гимназистов пришлось обратиться за помощью профессионалов. Эскиз герба разрабатывали вместе с художником-архитектором компании, работающей с натуральным камнем. В основу символики лег рисунок, отобранный из 300 детских работ. Мы ознакомились с положением у гербах и дети разрабатывали проект. Это был конкурсный проект. Состоялось голосование среди учеников, среди педагогов гимназии. И лучший вариант возымел такую возможность воплотиться в живом камне. Мне понравилось то, что дети не из-под палки это делали, они действительно очень увлеклись, потому что мы им показали, что мы делаем, какие возможности. У них были безграничные возможности. Такие вещи мало кто вообще делает. Поэтому у них действительно фантазия разгулялась. На мой взгляд, конечно, можно было бы еще более круто сделать, больше мелких деталей, больше детализации. Но они решили остановиться. Я считаю, что для начинающих дизайнеров, архитекторов, художников это достаточно неплохо. У нас в школе есть четыре направления подготовки. И эти четыре сектора символизируют каждый из них. Физико-математический, экономический, медицинский и гуманитарные направления. А также герб нашего любимого города Раменское. Размер эскиза панно, который впоследствии станет символом гимназии, получился довольно большим. Примерно полтора метра на 1150 миллиметров. Ребята уже выбрали натуральные камни, мрамор, оникс и другие природные материалы, из которых при помощи современной технологии изготовят детали символики гимназии. Сегодня приступили к их резке. Этот один из самых интересных этапов создания панно креативные гимназисты увидели своими глазами. Станок, который режет вот эти все детали, работает под давлением 4500 атмосфер. И режется толщиной струи воды в 1 миллиметр, куда подается абразивный песок. И точность резки 0,1 миллиметра. Поэтому мы можем склеивать все это без швов. Вот эти картины, они делались по фотографии, то есть по реальной фотографии. Фотографии волка, фотографии лисы. То есть вы переводите уже в какие-то определенные детали разного размера и подбираете разные камни. И не только разные камни, но и места из них с различными оттенками, с жилками, для того, чтобы картина получилась в итоге максимально приближена и была похожа на натуральную. В ближайшие 7 дней при помощи станка будут вырезаны все детали панно. После этого можно будет приступить к сборке герба. Уже точно известно, что гимназисты примут участие в первичной подгонке панно и последующей бесшовной склейке. Конечно, это замечательная идея. Мы благодарны чрезвычайно директору Дмитрию Владимировичу, который предоставил эту возможность нашим детям. Потому что, возможно, кого-то это настолько заинтересовало, вовлекло, что, может быть, это будет их профессией. Герб 7-й гимназии станет историческим подарком для всех учителей и учеников. И, как планирует производитель, 90-килограммовая готовая символика станет главным и незабываемым украшением Дня знаний в Раменской гимназии. Марина Миткевич, Антон Карташов. Для программы Городские вести.